Моё почтение и уважение дорогим гостям! Полный оригинальный текст сказки «Король лягушонок» или «Железный Генрих». В стародавние времена, когда заклятия ещё помогали, жил-был на свете король. Все дочери у него были красавицы, но самая младшая была так прекрасна, что даже солнце, много видавшее на своём веку, и ту удивлялась, сияя на её лице. Вблизи королевского замка раскинулся большой дремучий лес, и был в том лесу под старой липою колодец. И вот в жаркие дни младшая королевна выходила в лес, садилась на край студённого колодца, и когда становилось ей скучно, она брала золотой мяч, подбрасывала его вверх и ловила. Это было её самой любимой игрой. Но вот однажды, подбросив свой золотой мяч, она поймать его не успела. Он упал на земь и покатился прямо в колодец. Королевна глаз не спускала золотого мяча, но он исчез, а колодец был такой глубокий, такой глубокий, что и дна не было видать. Заплакала тогда королевна и стала плакать всё сильнее и сильнее, и никак не могла утешиться. Вот горюет она о своём мяче, и вдруг слышит, кто-то ей говорит, «Что с тобой, королевна, ты так плачешь, что и камень разжалобить можешь?» Она оглянулась, чтобы узнать, откуда этот голос. Вдруг видит, лягушонок высунул из воды свою толстую, уродливую голову. «А, это ты, старый квакон?» – сказала она. «Я плачу о своём золотом мяче, что упал в колодец». «Успокойся, чего плакать?» – говорит лягушонок. «Я тебе помогу. А что ты мне дашь, если я найду твою игрушку?» «Всё, что захочешь, милый лягушонок», – ответила королевна. «Мои платья, жемчуга, драгоценные камни и в придачу золотую корону, которую я ношу». Говорит ей лягушонок. «Не надо мне ни твоих платьев, ни жемчугов, ни драгоценных камней, и твоей золотой короны я не хочу. А вот если бы ты меня полюбила бы, за мной подружилась, и мы играли бы вместе, и сидел бы я рядом с тобой за столиком, ел из твоей золотой тарелочки, пил из твоего маленького кубка и спал с тобой вместе в постельке, если ты мне пообещаешь всё это, я мигом прыгну вниз и достану тебе твой золотой мяч». «Да, да, обещаю тебе всё, что хочешь, только достань мне мой мяч». А сама про себя подумала, что там глупый лягушонок болтает. Сидит он в воде среди лягушек, да квакает, где уж ему быть человеку-товарищем. Получив с неё обещание, лягушонок нырнул в воду, опустился на самое дно, быстро выпал наверх, держа во рту мяч и бросил его на траву. Увидав опять свою красивую игрушку, королевна очень обрадовалась, подняла её с земли и убежала. «Постой, постой!» – крикнул лягушонок. «Возьми и меня с собой, ведь мне за тобой не угнаться». Но что с того, что он громко кричал ей вслед своё квак-квак? Она и слушать его не хотела, поспешая домой. А потом и совсем позабыла про бедного лягушонка и пришлось ему опять спуститься в свой колодец. На другой день она села с королём и придворными за стол и стала кушать из своей золотой тарелочки. Вдруг топ-шлёп-шлёп, взбирается кто-то по мраморной лестнице. Взобравшись наверх, стучится в дверь и говорит, «Молодая королевна, отвори мне дверь!» Она побежала поглядеть, кто бы это мог к ней постучаться. Открывает дверь, видит, сидит перед ней лягушонок. Мигом захлопнула она дверь и уселась опять за стол. Но сделалось ей так страшно-страшно. Заметил король, как сильно бьётся у неё сердечко, и говорит, «Дитя моё, чего ты так испугалась? Уж не великан ли какой спрятался за дверью и хочет тебя похитить?» «Ах нет, — сказала королевна, — это вовсе не великан, а мерзкий лягушонок. А что ему от тебя надо?» «Ах, милый батюшка, да вот сидела я вчера в лесу у колодца и играла, и упал в воду мой золотой мяч. Я горько заплакала, а лягушонок достал мне его и стал требовать, чтобы я взяла его в товарищи. А я и пообещала ему, но никогда не думала, чтобы он мог выбраться из воды. А вот теперь он явился и хочет сюда войти». А тем временем лягушонок постучался опять и крикнул, «Здравствуй, королевна, дверь открой! Неужели забыла, что вчера сулила? Помнишь, у колодца? Здравствуй, королевна, дверь открой!» Тогда король сказал, «Ты свое обещание должна выполнить, ступай и открой ему дверь». Она пошла, открыла дверь, и вот лягушонок прыгнул в комнату, поскакал вслед за ней, доскакал до ее стула, сел и говорит, «Возьми и посади меня рядом с собой». Она не решалась, но король велел ей исполнить его желание. Она усадила лягушонка на стул, а он на стол стал проситься. Посадила она его на стол, а он говорит, «А теперь придвинь мне поближе твою золотую тарелочку, будем есть с тобой вместе». Хотя она и исполнила это, но было видно, что очень неохотно. Принялся лягушонок за еду, а королевне и кусок в горло не лезет. Наконец он говорит, «Я наелся досыта и устал, теперь отнеси меня в свою спаленку, постели мне свою шелковую постельку и ляжем с тобой вместе спать». Как заплакала тут королевна. Страшно ей стало холодного лягушонка, боится до него и дотронуться, а он еще в прекрасной чистой постельке спать с ней собирается. Разгневался король и говорит, «Кто тебе в беде помог, тем пренебрегать не годится». Взяла она тогда лягушонка двумя пальцами и понесла его к себе в спаленку. Посадила в углу, а сама улеглась в постельку. А он прыгнул и говорит, «Я устал, мне тоже спать хочется, возьми меня к себе, а не то я твоему отцу пожалуюсь». Рассердилась тут королевна и ударила его изо всех сил об стену. «Ну уж теперь, мерзкий лягушонок, ты успокоишься». Но только упал он на земь, как вдруг обернулся королевичем с прекрасными, ласковыми глазами и стал с той поры по воле ее отца, ее милым другом и мужем. Он рассказал ей, что его околдовала злая ведьма, и никто бы не мог освободить его из колодца, кроме нее одной, и что завтра они отправятся в его королевство. Вот легли они спать и уснули, а на другое утро, только разбудило их солнышко, подъехало ко дворцу карета с восьмеряком белых коней. И были у них белые султаны на голове, а сбруя из золотых цепей, и стоял на запятках слуга королевича, и был то верный Генрих. Когда его хозяин был обращен в лягушонка, верный Генрих так горевал и печалился, что велел оковать себе сердце тремя железными обручами, чтобы не разорвалось оно от горя и печали. И должен был в этой карете ехать молодой король в свое королевство. Усадил верный Генрих молодых в карету, а сам встал на запятках и радовался, что хозяин его избавился от злого заклятия. Вот проехали они часть дороги, вдруг королевич слышит, сзади что-то треснуло. Обернулся он и крикнул, Генрих, треснула карета. Тело, сударь, тут не в этом. Это обруч сердца спал, что тоской меня сжимал. Когда вы в колодце жили, то с лягушками дружили. Вот опять и опять затрещало что-то в пути. Королевич думал, что это треснула карета, но то были обручи, что слетели с сердца верного Генриха, потому что хозяин его избавился от злого заклятия и снова стал счастливым. Подписывайтесь, дорогие любители сказок. Желаю вам сказочной мудрости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова